И еще один скандал во Львове, на этот раз вокруг Академии Сухопутных Войск. Напомню, на минувшей неделе там провели тендер на закупку рыбы. Торги почти на 4 миллиона гривен. Выиграла 20-летняя девушка, которая зарегистрировала свою фирму за считанные дни до объявления этой закупки. И вот в Академии наконец-то пояснили почему. Рецепт успеха юной предпринимательницы в нашем материале. Рыба, пожалуйста. Печеный картофель, рис с овощами, красная рыба и стейк в клюквенном соусе. Это не ресторанное меню. Так на Яворевском полигоне кормят украинских военнослужащих, а также инструкторов из Канады и Америки. Пока бойцы плечом к плечу тренируются на поле, на кухне обмениваются опытом отечественные и иностранные кулинары. Каждый день у нас новое меню. Сейчас у нас картофель печена, рис с овощами, рыба червона и стейк свинный. Вместо привычных в Украине 30, почти 6 тысяч наименований продуктов. Чтобы соответствовать стандартам натовского питания, иностранцы ежедневно тратят 420 гривен на одного военного. В то время как в Украине эта сумма в 4 раза меньше. Завтрак в Канаде очень похож на то, что мы едим здесь. Обычно это овсяная каша, картофель, йогурты. Ужин и обед, которые нам готовят здесь в Украине, очень отличаются от того, что мы едим в Канаде. Чтобы натовские инструкторы могли есть привычную для них семгу, Академия сухопутных войск объявила тендер на закупку морепродуктов. Выиграла торги 21-летняя Виктория Казак. Девушка, которая зарегистрировала свое предприятие за 4 дня до объявления тендера, еще недавно была безработной. В тендерных документах указала недействительный адрес и телефон. Но, тем не менее, победила. На прошлой неделе представители тендерного комитета Академии отказались комментировать нам эту ситуацию. И только сегодня рассказали, почему отдали предпочтение юной, неопытной и не слишком правдивой бизнес-леди. Признаются, очень спешили, а без рыбы никак нельзя. Представим ситуацию, откликаем пропозицию. Подается жалоба в антимонопольный комитет. Она разлетается там 2-3 тижни. Мы на сегодняшний день парализованы и будем говорить нашим американским и канадским партнерам, что мы не можем купить рыбу, потому что у нас есть какие-то законодательные проблемы. Члены тендерного комитета утверждают, предусмотрели банковскую гарантию. За нарушение условий договора почти на 4 миллиона гривен. Девушка, мол, заплатит штраф. Сумма компенсации около 150 тысяч гривен. В Академии сухопутных войск это считают железобетонной гарантией. Лина Зеленская, Ирина Саевич, Юрий Мельник. Подробности телеканал Интер, Львовская область.